Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня у нас будет лекция, посвященная теме герменевтика, философия понимания. Начнем с того, что понимание, то есть основной предмет герменевтики, понятие крайне неточное. В представлениях многих педагогов это следующая ступень после знания, когда некоторые факты не просто систематизируются, но занимают свое положение в мировоззрении человека. Становятся неотъемлемой и непротиворечивой частью этого мировоззрения. Сама герменевтика имеет дело с другого рода пониманием, то есть пониманием текста или человека. То есть понимаете, дело в том, что речь вообще не идет о знании как таковом. Вот в чем радикальное отличие. Понимание не может быть ступенью знания, потому что оно не является знанием как таковым в самом прямом смысле этого слова и не является следующей ступенью знания, уже потому что оно направлено на те вещи, которые, ну, в принципе, можно понять и на текст, и на человека. Чаще, конечно, конечно, речь идет о тексте, так как европейская герменевтика возникла на базисе христианской экзегетики. Что мы обсудим в дальнейшем? Ну, следствие здесь проявляется, конечно, из-за того, что экзегетика это прежде всего христианская, так скажем, дисциплина и следующее священное писание, ну, то есть, прямо говоря, книги. А если такого рода понимание является предметом герменевтики, то понимание в представлении педагогов и многих обывателей, ну, не является, то есть, получается совершенно другая ситуация. Герменевтика — это, дословно, искусство толкования, либо раздел философии, занимающийся проблемой понимания и разработкой соответствующих методов. Мы с вами рассмотрим этот раздел философии, прикоснемся к его истории, разберем основные категории герменевтики, а также я выскажу некоторые свои соображения по этому поводу и кратко расскажу о своем герменевтическом проекте. Ну, также мы обратим внимание на некоторые фундаментальные аспекты, вообще, откуда берется герменевтический метод, как он вообще функционирует, какие понятия, помимо, ну, известных вообще-то всем историкам философии, тоже имеют значение, какие культурные, в общем-то, парадигмы также влияют на понятие герменевтики и ее методологическую основу. Ну и, в общем, с самого начала у нас тема экзогетика и ее связь с герменевтикой. Герменевтика, как и многие другие направления западной философии, генеалогически восходит к христианству. Кратко поясню, что христианство особенно интересовалось трактовкой священных текстов. Прежде всего, Библии, понимание этих текстов должно было открыть перед христианами завесу тайны, а также прояснить многие аспекты христианских верований. Впрочем, уже начиная с оригена, мы встречаемся с аллегорической трактовкой этой неоднозначной и сложной группы текстов. Да, изначально, как и в исламе, существовал спор между двумя условными направлениями. Одно ратовало за буквальную трактовку, а другое за аллегорическую. Ну, в общем-то, в итоге, можно сказать, я не знаю, у меня, по крайней мере, складывается такое впечатление, что в исламе доминируют те учения, те направления, которые больше ратовали за буквальную трактовку. Ну, то есть, причем в исламе это прежде всего связано с тем, что мусульманские школы законодательные, в общем-то, основывались на вот этих вот аллегорических или не аллегорических толкованиях. И вот те школы, которые преимущественно опирались на толкование буквальное, вот они, по-моему, вот и неплохо так развились в итоге в исламе. А в христианстве произошло нечто обратное, потому что аллегория становится основным орудием трактовки священных текстов. А при том, вопрос еще следует поставить так, насколько аллегорической может быть трактовка Библии. Например, некоторые современные христиане умудряются так аллегорично трактовать Библию, что находят там следы многих современных научных открытий, включая эволюцию. Христианство в целом тяготеет к аллегориям и аллегорическому толкованию, но те или иные движения внутри христианства как раз спорят о степени этой самой аллегоричности. Запомним это, для последующих рассуждений у нашей германефтики дисциплине нам это пригодится. Продолжим дальше, про другие аспекты христианства. В рамках экзегетики истинный автор священного текста, то есть Бог, всемогущий, всеведущий и совершенный по своей природе, но при этом в подлинном смысле непознаваемый, невидимый, не допускающий непосредственного контакта с собой. Согласно некоторым направлениям христианства, люди не могут даже адекватно описать его атрибуты, которые мы, кстати, перечислили в начале абзаца. Такой подход называется апофатическим богословием. А вот когда мы там перечисляли, всемогущий, всеведущий, совершенный, всеблагой, добрый, это катафатическое богословие. Ну то есть вот в христианстве был такой тоже спор между двумя направлениями богословия. И здесь получается вот у нас такое, что несмотря на вот эту всемогущность, всеведения и так далее, мы уже даже этого познать как бы не можем, уже даже атрибуты. А есть такое направление, которое говорит, что мы даже и атрибуты эти познать, не можем даже познать, есть ли эти атрибуты или нет, есть ли, может быть, другие атрибуты. Ну в общем, вот, все очень сложно в христианстве в данном случае с Богом. И отношение к нему, ну действительно такое вот, как некому трансцендентному существу, которое находится за пределами всего и не может быть познано, ну в общем-то, да. Бог, так скажем, за скобками данной трактовки и не может стать частью этой трактовки, потому что сознание человека не может вместить себе Бога всего полностью. Ну, не будем сейчас говорить про различные мистические учения, конечно же. Есть исключения, есть, да. Но мы сейчас апеллируем прежде всего к антологическому аргументу, да, который в принципе так и формируется, как я и сказал. То есть автор непознаваем, велик, сложенный, уж точно не может уместиться в жалком уме человека. Вот, 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 вот кто у нас автор Библии. И вот как вот производится, почему в принципе нельзя, нельзя понять автора. Но можно попытаться понять Библию. Да. Получается, что основной вопрос экзегетики это как понять священные тексты. Переформулируем. Как расшифровать то сообщение, которое попытался передать нам Бог. То есть изначально христианское богословие не может, да, без противоречия, поставить вопрос о понимании автора текста, потому что автором этого текста является существо, превосходящее все наши возможности и помыслы. Именно поэтому экзегетика полностью сосредоточена на тексте, а не на физических авторов этих текстов. Ну, то есть Марк, Лука, о них есть определенная информация, конечно же, и она довольно-таки богата, безусловно. Но в рамках экзегетики они не воспринимаются как первоначальные вот авторы и как персонажи, которых мы собираемся понять как творцов Библии. Не они творцы Библии, получается. Вот. Именно экзегетики приходится обходить мимо вот этих вот физических авторов и уже опираться на автора духовного. Далее вернемся к аллегорическому толкованию. Оно толкает нас на бесконечную возможность трактовки разных моментов из текста. Конечно же, священный текст заслуживает только положительной трактовки, что, кстати, также закрепляется впоследствии в герминевтике. А также формируется некая аллегорическая традиция, в рамках которой трактовок может быть хоть и бесконечное количество, но при этом четко обозначены границы, за которые выходить нельзя. То же самое характерно и для западной герминевтики. Ну, то есть, вполне, в принципе, мы можем наблюдать вот эту вот схему наследования, и это вполне адекватно, это вполне понятно. Европейская, в общем-то, религия дала рождение европейской герминевтики, которая, да, развивалась по практически тем же законам, с некоторыми исключениями, которые мы также рассмотрим. Продолжаем. Основной вопрос экзогетики. А, это я уже, это мы уже видели, да, 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 продолжаем. Итак, очевидно, как по историческим данным, так и чисто по совокупности методов, что герминевтика восходит к экзогетике, но есть отличия. Философская герминевтика отличается от христианской экзогетики тем, что первая ставит вопрос о возможности понимания вообще. Ну, как и любая философия, она занимается общим таким подходом с самого начала. Самый главный вопрос, самый общий. Как возможно понимание вообще? То есть, речь идет о понимании как философской универсальной категории, выходящей за пределы любых религий, учений, священных текстов и так далее. Экзогетика же нужна для работы исключительно со священными текстами. Но есть одна проблема. Цель изменилась, то есть понимание вообще. Одно дело это понимание священных текстов, другое дело это понимание вообще. Да, цель изменилась, радикально изменилась, а предмет, да, изменился в том числе и предмет. Но многие методы остались теми же, или продолжили развиваться в качестве надежных орудий. Якобы надежных орудий. В данном случае я, в принципе, и критикую германефтическую традицию, которая, несмотря на все свое многообразие, она интересна, конечно же. Да, она невероятно интересна. Но при этом у нее есть как раз слабые места. Следует вынести такое суждение. Довольно странным для христиан должно видеться перенесение методов трактовки священного текста на трактовку текстов обычных смертных людей. А связкой здесь, конечно, служит вера в гениев, то есть бога людей, людей, связанных с самим естеством невидимыми нитями. Это мы тоже обсудим в дальнейшем. Впрочем, для последовательного христианина это должно казаться идолопоклонничеством, заслуживающим осуждения. Но на практике гении нередко становятся в один ряд чуть ли не со святыми. Они оказываются связующими между Богом, ну, в скобочках там, природой, вселенной, и вот с человеком. Бог и человек, гений может связать Бога и человека, гений может связать природу и человека, гений может связать вселенную и человека. Вот такие вот существуют предубеждения о гении. И он действительно занимает такую странную связующую функцию, вот эту вот занимает и выполняет. И это довольно-таки интересно и странно. Отожествление методов трактовок священного писания с любыми другими текстами, философскими и прозаическими, привели к тому, что авторы этих текстов стали своеобразными богами-идолами, которые в своей гениальности чрезмерно глубоки и совершенны. А потому их тексты могут содержать в себе бесконечное множество смыслов. Соответственно, обожествление автора в эпоху становящегося постмодерна привело к тому, что вслед за фразой «Бог умер», ну, Ницше, собственно, сетата Ницше, мы слышим и еще одну фразу «Автор мертв». Смерть бога и смерть автора в культуре события связаны, только вот проблема заключается в том, что бытие бога, мы как уже выяснили, его подтвердить довольно трудно и познать его довольно трудно, то есть оно сомнительно. А автор, вот он, живой, телесный, пишущий, он находится перед нами в некоторых случаях, если он, конечно же, наш современник. Ну, а наши предшественники, то есть авторы, которые писали в прошлом, они когда-то существовали, мы можем даже на могилу к ним прийти, посмотреть, прикоснуться, в общем-то, к их физическим воплощениям, узнать, что вот, да, вот в этой могиле покоится тот самый автор, и он когда-то существовал. Так вот, и этот автор производит, либо производил конкретные произведения искусства. То есть мы понимаем, что фразы «бог умер» и «автор мертв», они взаимосвязаны логически и генеалогически. Это действительно имеется четкая такая вот структура, одно появляется из другого. И при этом, при этом, понятно, почему такая позиция могла возникнуть по отношению к бытию Бога, потому что, ну, он не проявлен. А с автором дела обстоят совсем иначе. Автор абсолютно проявлен. Но при этом почему-то он мертв. Кризис христианства перешел и в герменевтику, что привело к преждевременному убийству автора. Основателем философской герменевтики можно считать Фридриха Шлейрмахера. Он был теологом, проповедником, более-менее последовательным христианином. Конечно, у него были свои странности, апелляция к романтикам, к романтической философии и многое-многое-многое другое. Ну, он намешал, намешал многое. Безусловно. Но все же он был и проповедником, и теологом, и христианином, который апеллировал нередко к экзегетике. О нем мы тоже поговорим чуть позже. Ну, и вот он одна из основных фигур герменевтики в целом. То есть, отрицать христианский характер западной герменевтики было бы делом странным. Этот тезис довольно прозрачен и в доказательстве особо больше не нуждается. Теперь гении. Гении и божественность. Вообще, когда дело касается герменевтики, слово гений обычно не разбирается. Слово гений – это такой дискурс эстетический. Безусловно, эстетический. Прежде всего, эстетический. Например, у Канта в его эстетических работах мы встречаем обсуждение понятия гения. То же самое в эстетике Шопенгауэра. Обсуждается понятие гения, но не в контексте герменевтики. Почему же я... Причем уже вторая тема. Вот прямо первый пункт у нас был про теологию, про христианство. Второй пункт про гениев. По сути, для людей, которые обычно изучают герменевтику, вот эти обе темы, они не бросаются в глаза сразу. Так вот, но вопрос-то в том, какие тексты прежде всего пытаются понять герменевты. На что направлена герменевтика? На тексты гениев. Тексты каких-нибудь обычных людей мало интересуют исследователей такого рода. Причем давайте заметим, что герменевтика, в том числе и философская, она постепенно переходит и на филологию, на искусство видения. Ну то есть, а там попреимущественно идет трактовка только гениев. Так называемых гениев, мастеров прошлого и так далее, и так далее, и так далее. Именно поэтому вот это вот лично моя такая вот прихоть и поместить сюда слово гений, божественность и разобрать его. Ну тем более оно логически связано со всем, что здесь будет вообще происходить. Слово гений. С латинского переводится на древнегреческий как дээмон. Ну то есть, да, такая вот интересная связка именно с латинского на древнегреческий. Греческий. А слово дээмон, ну в общем-то, у нас есть калька определенная с этого слова. Это слово демон. А, да, и слово гений, и слово дээмон, они имеют одинаковый смысл. Дээмон или гений это некое божество, которое спускается к человеку и говорит ему, как должно поступать, или наоборот, как поступать не должно. Ближе всего к дээмонам по своим функциям находятся ангелы-хранители или музы. А, соответственно, с таким спектром понятий мы и будем работать. Для нас дээмон, гений, муза, ангел-хранитель это некие синонимичные сущности, обладающие привязкой к божественной реальности. Вот это изначальный смысл слова гений. Вот откуда получилось это слово. Так почему же мы называем обычных людей гениями? Вот теперь надо в этом разобраться. Гении в представлениях многих философов, эстетов нового времени и после это, безусловно, люди. То есть это не те боги, о которых мы говорили в прошлом абзаце. Нет, это все же люди. Но это люди, имеющие связь. Связь с миром божественным, вселенной, реальностью как таковой, ну, какая она именно есть. При том следует заметить, что сам гений не вполне отвечает за свою гениальность, так как он не собственным умом достигает вселенских тайн, но ему помогает интуиция, либо же мифические музы, которые служат синонимом вдохновения. Как будто бы извне в гения вдыхают истину. Вот эти вот гениальные произведения, как будто бы приходят ему вот из окружающего мира. И он такой настроенный тонко инструмент, который впитывает вот все вот эти вот прекрасные истины. Вот такой вот он замечательный, мистичный, непознаваемый и довольно-таки странный гений. Именно по этой причине гений является сущностью божественной. И его текст, соответственно, имеет бесконечное количество трактовок и не сводится к смертному автору. Автором является не столько физическое тело этого самого автора, или даже не психическое тело, не психическая жизнь того самого вот человека, который все это написал, сколько некий демон, муза, бог, ангел, либо сам мир, окружающая среда, культура, язык, вдохновение, то есть все, что угодно, но не сам автор. И именно поэтому герменефтика ставит целью не понимания автора через его произведение, а понимания самого текста как такового, то есть пытается добраться до его мистической сути, божественной, гениальной, культурной, языковой. Ну, то есть тут неважно. То есть вычеркивается единственный объективный физически существовавший субъект, породивший данный текст. И его произведение, несмотря на то, как он там обожествляется, не обожествляется, трактуется уже вне контекста вот этого самого человека. И это довольно-таки примечательно, это действительно очень интересно. И бесконечность трактовок в таком смысле действительно приобретает некий новый смысл. Это довольно-таки действительно странно. И это свойственно европейской герменефтике. Тексты гениев это основной материал, с которым работают многочисленные герменефты. В том числе даже филологи. Филологи, ну, филологический метод, он чисто гуманитарный. Вообще гуманитарные методы восходят к герменефтическому. Они с ним связаны. Тесно с герменефтикой очень связаны все гуманитарные науки, которые мы можем назвать чисто гуманитарными. Есть, конечно, общественные науки вроде истории, например. История поменьше связана с герменефтикой. Есть общественные науки вроде социологии, еще меньше связаны с герменефтикой. Но чисто гуманитарные науки, чисто гуманитарный метод тесно связаны с герменефтическим. И там в основном работа идет с текстами избранных, великих, потрясающих, замечательных, ни с кем не сравнимых и непревзойденных гениев. Так вот, божественное положение гения позволяет западным герменефтам делить автора от его текста. Ведь автор, по их мнению, не является творцом произведения, так как это произведение нашептано ему извне. Богом, музами, демоном, гением и так далее. Притом, сами авторы нередко подчеркивают этот самый характер, мол, они как-то связаны со вселенной, либо к ним приходит муза, либо что-нибудь там еще происходит. Ой, как много всего, в общем-то, происходит даже с точки зрения самих авторов. Тут вдохновение неоткуда появляющееся. Ну, то есть, вот этот миф поддерживают как, с одной стороны, сами авторы, так и герменефты. Ввиду этого герменефты могут себе позволить сосредоточиться на изучении текста вне контекста автора, умножая при этом аллегорические толкования, так как мнения автора о его тексте, в принципе, значит довольно мало. Теперь, наконец-то, обратимся к основным понятиям и категориям герменефтики. Мы обсудили, так скажем, при тече. Теперь сама герменефтика, собственно, в том виде, в каком она представляется обычно в учебниках. Первое понятие, самое важное, самое фундаментальное. Герменефтический круг. Герменефтический круг – это основное средство герменефтики, которое позволяет трактовать тексты. А расшифровывать это понятие довольно легко. Частное познается из общего, а общее – из частного. Чтобы понять текст, нужно понять каждую главу. Но чтобы понять каждую главу, нужно понять весь текст. То есть мы сначала читаем текст по главам, потом мы собираем все эти главы в целое. А из целого мы понимаем уже каждую главу в отдельности и можем перечитывать текст. И так до бесконечности, и поэтому получается круг. Сначала, через первое прочтение, мы получаем множество частных данных, которые при обобщении помогают нам понять текст. Но каждую главу мы можем понять уже через понятый нами текст, то есть через целое. И так до бесконечности происходит вращательный момент понимания между частным и общим. Притом речь идет не только о тексте в целом и главах, но и о соотнесении текста и абзацев. Глав и абзацев, абзацев и предложений, тексты и предложений, глав и предложений, предложений и слов, слов и абзацев, слов и глав, а также отдельных слов и текста в целом. То есть мы сейчас провели полную германефтическую, так скажем, комбинаторику всех возможных соотношений внутри текста. То есть круговращение здесь происходит фантастическое. Притом вращать этот текст можно бесконечно долго, порождая все новые и новые смыслы. И из этого, напрямую из этого, следует следующее важное понятие для германефтики, которое обозначается таким словосочетанием. Бесконечность трактовок. Собственно, я вам уже показал, на чем еще базируется данная бесконечность трактовок, в том числе и на своем христианском источнике, и, с другой стороны, на источнике в виде гениев. Из гениальности впоследствии и смерти автора, а также из германефтического круга неминуемо следует, что трактовок может быть бесконечное количество. А концепция гениальности намекает нам, что автор и сам толком не понимает значения и содержания собственного текста. А потому можно пойти в обход и сразу обратиться к божественному, мусическому, демоническому, гениальному, минуя при этом позицию создателя того или иного текста. В философской германефтике не может возникнуть такой ситуации, при которой автор скажет. Ха, вообще-то мой текст посвящен вот такой-то вот теме. Это тема А. И это единственная его трактовка, других трактовок быть не может. Его никто не послушает. Его не послушают ни филологи, его не послушают германефты, его не послушают, ну, в принципе, никто. Даже обычные читатели его уже не послушают, потому что они воспитаны на традициях европейской германефтики и филологии в понимании текстов. Ну, то есть, у нас целые академии работают вот по такому принципу. Им нужно умножать всевозможные трактовки. Бесконечное и безостановочное умножение трактовок. Даже если трактовки не имеют никакого отношения к позиции автора. Даже если эти трактовки мало соотносятся с текстом, они все равно должны умножаться. Ну, в общем-то, поэтому и получается, что автор, его имя, его позиция не так много значат для германефтики. Интересно. Это, с одной стороны, интересно, да. Также из этого следует, что в германефтике. Во-первых, нет никакой единой истины. То есть, нет истинной трактовки того или иного текста. Мнение автора, ну, такое себе. Не он сам придумал этот текст, по сути, получается, если уж провести всю логику до самого начала. Нет, не он автор, получается же. Он просто, так скажем, провод, который переносит электричество с одного источника на другой. А также следует заметить, что в германефтике нет конкретной цели. Например, добиться единой и абсолютной трактовки. Интересно. Также нет стремления к пониманию автора. Что тоже интересно. Да-да. Собственно, речь идет о понимании. И, наверное, любой человек, который, ну, хоть как-то вот на обывательском уровне знает, что такое понимание, он, наверное, ожидает, что понимание будет направлено прежде всего в сторону автора. Нет. Нет, к сожалению, нет. Понимание направлено на текст. Текст уже там сам по себе развивается в различных трактовках. Некоторые трактовки отсылают друг другу, некоторые не отсылают. И, в общем, получается очень невероятно сложная система, с которой не так-то и просто работать. Да. Последнее как раз объясняется тем, что понимание текста почти всегда достигается в обход автору. Очевидно, что автор всякого текста обладал одним или несколькими его трактовками. Одной или несколькими его трактовками. Ну, может быть, в разные этапы жизни у него были разные трактовки своего текста. Это, в принципе, допускается. Но их было ограниченное количество в любом случае. Герминевтики. Плевать. Прости, автор. Да, ты действительно умер. Для герминевтики и для философии и для филологии ты тоже давно умер. Если стремиться к этому как к истине, ну, то есть к трактовкам авторским, то положение о бесконечности трактовок не будет таким убедительным. Ну, то есть, если мы действительно будем пытаться понять автора и пытаться разобрать его трактовки, и это будет самым главным вопросом и герминевтики, и филологии, и прочих дисциплин, так или иначе, связанных с пониманием, то убеждение о бесконечности трактовок, ну, отходит на второй план и становится неадекватным. Теперь по великим именам. По великим, в общем-то, деятелям герминевтики. И мы начнем с того автора, который рассматривается автором идеи герминевтического круга, ну и вообще, по сути, чуть ли не создателем философской герминевтики самой по себе. Речь идет о Фридрихе Шлейермахере. И под тема такая «От христианства к философии». Шлейермахер часто рассматривается как автор идеи герминевтического круга, понимаемого в качестве основного принципа интерпретации. Дух, который пронизывает целое, например, текст, оставляет свой отпечаток на его отдельных частях. Да, заметьте, дух. Дух, конечно же, это, с одной стороны, во-первых, связка с христианством, во-вторых, не только с христианством. Но, в принципе, философия, ну не того времени, конечно, более раннего времени, очень любила слово «дух». Очень любила, и, в принципе, Шлейермахер сохраняет эту традицию. Так вот, части должны быть поняты на основании целого, а целое должно быть понято как внутренняя гармония частей. Для Шейермахера герминевтика имеет дело прежде всего не с текстом самим по себе, а с творческим духом, воплощенным в тексте. Мы это описывали через понятие «гения», кстати, да. «Основная проблема понимания связана с пространственной и временной дистанцией, разделяющей исследователя и объект понимания». Ну, то есть, заметьте, у нас тут тоже такая весь проблема, что герминевтика чаще всего направлена в прошлое, и авторы тех текстов, которые изучают герминевтика, чаще всего уже мертвы. Ну, логично. Напомню, что сам Фридрих был христианским мыслителем, который хоть и находился под воздействием романтиков и совмещал многие разнородные идеи в герминевтике, он оставался вполне последовательным христианином. По сути, он переинтерпретировал методы экзегетики и поставил их на рельсы герминевтической философии. С этого и начинается история философской герминевтики. В целом, все последующие знаковые герминевти так или иначе работают с базой Шлиермахера. Именно поэтому связь герминевтики и экзегетики подтверждается не только по генеалогии идей, но и исторически. Ну, по сути, он даже везде указывается, этот Шлиермахер, на кого он там воздействовал. Например, Гадамер, мы, в общем-то, сразу же видим, что влияние было. Было, и оно замечено, в общем-то, прописано. Продолжаем. Вильгельм Дельтей. Различия гуманитарного и естественного методов. Ну, во-первых, давайте немножко вспомним о стадии гуманитариса, которую мы рассматривали в эпоху Возрождения. Когда речь идет об этих стадиях гуманитарис, то есть, да, этот гуманитарный метод, этот метод не просто гуманитарный, этот гуманный метод, речь в том числе идет о своеобразном понимании. Да, действительно, довольно-таки своеобразном. И в целом, основания гуманитарных наук, они уже с эпохи Возрождения, как бы, являются германифтическими. Просто германифтика в то время еще не была философской дисциплиной. Поэтому мы, как бы, игнорировали этот вопрос. Но вот Вильгельм Дельтей упоминается здесь как раз из-за того, что он разбирает различия гуманитарного и естественного методов. Дельтей резко противопоставляет науке о духе, все еще науке о духе, понимаете? То есть, гуманитарные науки. Гуманитарис – человек. Человек совмещается с понятием духа в данном случае. Да, и он противопоставляет эти вот науке о духе, наукам естественным. О котором, кстати, Дельтей относит эмпирическую психологию. Так вот, вот эти вот науки естественные, они изучают явления путем эмпирического анализа. Между тем, как наука о духе имеет дело с непосредственной психической деятельностью, переживанием. Именно поэтому должна отстаивать свой специфический, соответствующий ей метод. Давайте попробую объяснить немножко предметнее и понятнее. Дело в том, что метод гуманитарный, он конкретен. Он абсолютно конкретен в том смысле, что, ну вот мы берем текст Достоевского. Мы читаем текст Достоевского. Мне говорят, ну Достоевский писал там, что быть гомосексуалистом хорошо, например. Мы открываем все тексты, читаем все тексты и не находим там ни одной такой цитаты. И отвечаем человеку, вы не правы, все это объективно, конкретно. И вы не сможете с этим поспорить и как-то иначе это интерпретировать. У нас есть конкретный автор, конкретная группа текстов. И все с этим, в принципе, довольно-таки понятно. Автор единичен. Автор вел одну единую такую духовную жизнь на протяжении всей своей жизни. И в этом смысле гуманитарные науки самые конкретные из наук, которые только можно себе представить. Они идут от, ну они в общем-то от конкретики идут и в лучшем случае делают другие конкретные суждения. Естественные науки работают немного иначе. Они идут от конкретных фактов, а потом от этих конкретных фактов переходят к абстракциям, абстрактным теориям. То есть цель гуманитарной науки создать некое конкретное положение. Цель естественной науки из конкретных положений, из множества конкретных положений создать одну, какую-то общую абстрактную теорию. То есть от конкретного к абстрактному движутся естественные науки. Вот так вот происходит это развлечение. И это очень важно. Психологическая жизнь признается единым непрерывным потоком. Сущность ее заключается в рациональности, подсознательности и телеологической направленности. Методологический дельтей противопоставляет предметному или естествовеческому объяснению явления свой смысл понимания или толкования жизни. То есть описательную психологию. Жизнь по дельтею, в этом пункте он почти целиком примыкает к Бергсону, ничем не ограничена и неопределима. Она течет из тайных источников и стремится к неизвестным целям. Она доступна нашему познанию лишь частично. Доступны индивидуальные жизненные явления и психологическое их толкование и понимание. Путем наблюдений над их повторениями и закономерностями создается некоторая общая классификация, дающая возможность включения того или иного индивидуального явления в относительно постоянные общие типы и законы. Они служат исследователю вспомогательным средством при его весьма приблизительном объяснении истории, представляющей собой смешение и срастание таких типовых явлений. Ну да, историю, кстати, он тоже считал гуманитарной наукой, ввиду того, что историки разбирают конкретные события и жизни конкретных людей, взаимодействия этих конкретных людей. В общем, да, как-то так. Следующий мыслитель, который, кстати, почему-то очень редко упоминается в различных текстах, посвященных общей философии, когда дело касается германефтики, он в лучшем случае просто упоминается. Но, мол, Хайдеггер занимался германефтикой. Мы попытаемся посмотреть, не знаю, статьи о Мартине Хайдегере в Википедии, и там мы обнаружим, что про его германефтику вот почти ни слова не сказано. В общем-то, отыскать какие-то адекватные материалы по германефтике Хайдегера во многих случаях оказывается крайне трудно. И вот поэтому я решил восполнить этот недостаток и разобрать. Разобрать то, о чем он говорит. Но, к сожалению, я сам не являюсь специалистом в области германефтики Хайдегера, ну то есть германефтики фактичности, как она там описана. Поэтому я буду апеллировать к одной из статей, которая, в принципе, на мой взгляд, в полной мере отражает его учение. Ну, по крайней мере, это не противоречит тому, что я знаю о германефтике Хайдегера. Так вот, целью понимания Хайдегер объявляет не теоретическое понимание текстов. Ну, и до Хайдегера, и после Хайдегера на самом деле тексты все равно будут оставаться фундаментальным таким пунктом, очень важным, важным, важным для всей германефтики. Так вот, для Хайдегера важно формирование особого отношения к миру, то есть компетентного общения с людьми и обращения с вещами. Ну, то есть, на первый взгляд, непонятно, как вот эта формулировка вообще может относиться к пониманию. Но давайте раскрывать дальше. Этот подход основан на понимании человека как существа, которое не просто должно быть, но экзистировать. То есть, быть действенным и реализовывать себя. Реализация осуществляется как определенное понимание, открывающее действительность в целом. Ну, то есть, Хайдегер увязывает германефтическую концепцию со своим дозейм, то есть, с бытием присутствия в том числе, и раскрывает понимание, как, то есть, тоже экзистирование, то есть, определенный вид бытия, определенную связку, в общем-то, да, важную для человека. Это прям вот человеческая способность еще одна, которую раскрывают многие. Реализация осуществляется как определенное понимание, открывающее действительность в целом. Опять же, слово «открывающее», вероятно, здесь стоит не случайно. Мы должны вспомнить апелляции Хайдегера к слову «алитея» греческому, которое переводится как «истина». Но дословно, дословно, если перевести все части слова «алитея», то получится «несокрытость». И в контексте вот этой «несокрытости» Хайдегер об истине обычно говорит в контексте «открывание», и «бытие» тоже оно так приоткрывается. Цель как раз философии Хайдегера – приоткрыть бытие. В том числе, оно приоткрывается с помощью понимания. То есть, да, благодаря реализации, понимание как раз является одним из тех вот методов, которые позволяют приоткрыть нам бытие. Исходный пункт хайдегерского анализа образует понятие фактического жизненного опыта, поэтому гермонетика фактичности называется, в общем-то. Содержание опыта нельзя отделить от самого человека, сталкивающегося с реальностью не как театеризирующий субъект, а как живое существо с практически ангажированным отношением к миру. Подобное отношение делает необычайно значимым сам мир, препятствующий или способствующий самореализации человека. Смысл, придаваемый миру, является, следовательно, неидеальной сущностью. Не следствием разворачивания теоретических установок, но символическим выражением текста обычной человеческой жизни. Контекст обладает фактической стороной, поскольку человек преднаходит себя в фактичности и сложным образом вплетен в нее происхождением, воспитанием и средой. От себя я здесь скорее добавлю, что метод Хайдеггера действительно направлен на человека, но не предлагает каких-то конкретных средств для понимания. То есть у нас возникает такая сложная ситуация, когда даже на самом деле хайдеггерская концепция не столько направлена на человека, сколько направлена на его бытие. А с бытием дела обстоят и всегда обстояли очень и очень сложно. Таким образом, по Хайдеггеру, человек не знакомится с миром нейтрально-когнитивно, чтобы потом на втором штаге поразмыслить о его значимости. Факты существуют для него только как указующие на жизненные интересы. И поэтому значимые люди от рождения герменефты и основной модус их бытия в мире есть понимание. В общем, очень интересно, но проблема опять же заключается в том, что Хайдеггер с одной стороны довольно-таки странно трактует человека, а с другой стороны довольно-таки необычно трактует само понимание. И оно оказывается основным модусом их бытия в мире. Это как раз относит нас к самому первому абзацу данной лекции, где мы сказали, что мы не знаем, что такое понимание в целом. У каждого философа свое определение понимания. У Хайдеггера оно очень такое своеобразное. Как видим, Хайдеггер апеллировал к бытийной составляющей герменефтического вопроса. И один из немногих отвернулся от текста и обратил внимание на человека. Но человек у Хайдеггера особый, взятый в своих бытийных аспектах. А потому и подтвердить этого человека невозможно. Хайдеггер в целом довольно экстравагантный мыслитель, который далеко не всегда последовательно и понятно излагал то, что думает. Именно поэтому Хайдеггер не оставил метода понимания, но признал, что люди от рождения герменефти и основной модус их бытия в мире есть понимание. Ну, в общем-то, такая, с какой-то стороны, даже ванильная концепция. Вот выход. Вот люди от рождения герменефты и основной модус их бытия в мире есть понимание, а поэтому проблема понимания, в принципе, может быть даже, наверное, и снята. Ну, потому что вот, вот основа. Мы нашли основу, и из этой основы мы можем как бы идти и размышлять дальше. На самом деле, скорее всего, это не так. Но в плане метода такое признание означает ничего не делать, а лишь открыться пониманию, действовать в соответствии с пониманием, раскрываться в мире в соответствии с пониманием. Но не понимать, наверное, все-таки других существ. С другими существами возникают определенные проблемы. Никакой конкретики этот метод нам, конечно, не дает. И в целом приближение к этому пониманию, оно не приводит к нашему умножению каких-то понимательных способностей. И в любом случае это не приведет нас к очевидному познанию того, что думает другой человек. Вот тот человек стоит напротив меня, он, допустим, мусульманин. Я вот экзистирую к нему таким вот образом. Открываюсь миру, открываюсь ему. И что с этого дальше происходит? Что я сделал для того, чтобы понять этого человека? Что я сделал для того, чтобы, в общем-то, как-то осмыслить те концепты, которые он мне предложит? Что я сделал для того, чтобы понять его эмоции? И что я сделал для того, чтобы как-то изобразить у себя в голове его воспоминания, например? Да, в принципе, ничего. Я просто, да, открылся миру. Я молодец. Я замечательный. Но при этом возникает еще огромное количество проблем, решения о котором Хайдеггер не находит. Ну, в целом, да, я согласен с Хайдеггером в том, что открытость, открытость и миру, и другим людям, это то, что способствует, с одной стороны, пониманию. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. И поэтому человек, лично, на мой взгляд, от рождения не является герменефтом и к пониманию никакого отношения, в общем-то, и не имеет. Ну, большинство людей просто, в принципе, никого не понимают, кроме приверженцев некой своей секты, своей религии, своего взгляда на мир. И это проблема. Вот это как раз является философской проблемой, не только философской, а общественной проблемой. И это действительно довольно-таки сложная проблема для решения. Хайдеггер как бы обходит эту проблему и говорит, ну, мы все понимаем, и все хорошо. В корне, может быть, этот подход правильный. Но конкретики здесь, к сожалению, не хватает. А хотелось бы ее, в общем-то, где-нибудь найти. Ханс Георг Гадамер. По сути, это центральная фигура западной герменефтики. Во многом Гадамер ученик, с одной стороны, Гуссерля, с другой стороны, Хайдеггера. И с третьей стороны, он во многом, как бы, многое воспринял у Шлиермахера. А Гадамер исследует задачи исторической науки. Ну, то есть, вот как вы видите, герменефтика, у многих мыслителей, она сосредоточилась по преимуществу на исторической науке. Так вот, по мысли Гадамера, у историка, обращающегося к какому-либо историческому тексту, всегда есть некоторое предварительное понимание. Либо обычно сокращается. Предпонимание. В общем-то, вот предпонимание есть. То есть, что такое предпонимание, давайте попробуем сейчас немножко так разобраться. Ну, вот, допустим, я не буду разбирать это на исторических текстах, потому что, ну, я в них плохо разбираюсь, честно говоря. Но, допустим, с литературой я разбираюсь в несколько лучшем. Давайте к литературе обратимся. Так вот, допустим, я слышал, что Достоевский был православным фанатиком и игроком одновременно. А что же может... Вот у меня может сложиться негативное предпонимание по отношению к его текстам. Я могу подумать, что он будет считать мне мораль какую-нибудь, которая при этом противоречит его собственной жизни. Ну, потому что он был игроком и сам как бы следовал за антихристианскими, с одной стороны, ценностями. Ну, то есть, грешил. Достаточно много грешил. А с другой стороны, был фанатиком, и поэтому, ну, такое противоречие двойное у него было, и это был, ну... Не кажется, что, в общем, такой человек, с первого взгляда, может быть серьезным автором. Вот такое предпонимание может сложиться. Я еще не читал ни один его текст, но что-то о нем слышал. И из-за того, что я что-то о нем слышал, я уже делаю свои некоторые предварительные заметки. А у себя в голове, и уже впоследствии, начиная его читать, и иногда даже вот эти вот заметки, они могут влиять на мое прочтение того или иного текста. Так вот, вот это вот предпонимание, заданное традицией, оно может быть задано, во-первых, традицией, в которой живет человек, и мыслить. Оно может корректироваться в процессе работы над текстом, но историк не может полностью освободиться от предпосылок своего мышления. Поскольку без предпосылочного мышления не существует, поскольку бытие — это время, надо в скобочках написать, Хайдеггер, классический опыт конечен. А человеческий опыт конечен, простите, не классический. Ну вот, вот-вот-вот. Но я бы на самом деле здесь тоже бы не согласился с тем, что без предпосылочного мышления не существует. Также я бы не согласился с тем, что бытие — это время. Но в контексте учения Хайдеггера — да, окей, хорошо приняли. Так вот, и продолжаем дальше. Для характеристики предварительного понимания Гадамир использует также слово «предрассудок». Ну то есть то, что находится перед рассудком, перед рассуждением, перед непосредственным ознакомлением с текстом, которое говорит Гадамир. До эпохи просвещения не имело привычного для нас отрицательного значения. Ну и правильно, но не должно оно иметь отрицательного значения. Предрассудок означает нечто, предшествующее рассуждению и размышлению, некоторую дорефлексивную установку сознания. С точки зрения герменефтической философии, предрассудок — неотъемлемая характеристика сознания, поскольку оно понимается исторически. Отрешиться от предрассудка полностью невозможно, но можно, как говорит Гадамир, привести его во взвешенное состояние. В этом и состоит задача историка. «Условием достижения такого состояния является наличие временной дистанции между исследователем и тем, что исследуется. А при этом нечто понимается только в том случае, если исследователю удается понять вопрос, на который это нечто является ответом». Прям цитата из Гадамира. Ну, вообще-то, дискурс вопросов, он как бы был, значит, Хайдегером во многом. Гадамир, честно говоря, во многом продолжает Хайдегера. Но при этом следует заметить, что Гадамир сам по себе более последовательный герменефт, и он в большей степени, чем Хайдегер, апеллирует к герменефтической традиции прошлого. А Хайдегер как бы выхватывает слово «понимание» из дискурса и трактует его в соответствии со своей философией. Гадамир учитывает вот это вот понимание Хайдегера, но также апеллирует к философии, ну, еще больше, более прошлого. И в этом смысле Гадамир действительно становится центральной фигурой философской герменефтики. И во многом. Поэтому он как бы изотмевает Хайдегера даже того же. Хотя Хайдегер, Хайдегер, он именно поставил герменефтику на антологическое русло, на антологические рельсы, так скажем. Ну и вот. Продолжаем. С Гадамиром мы разобрались. С предпониманием, предрассудками. Кстати, ну давайте также заметим, что бесконечность трактовок есть у него, у Гадамира. Также и круг есть герменефтический. Здесь все как бы в порядке, хорошо. Все элементы присутствуют у Гадамира. Отлично. Хороший классический герменефт. Продолжаем. Поль Рикер. Конфликт интерпретации. Ну конфликт интерпретации, один из самых знаменитых его текстов, посвященный герменефтике. Так вот. Рикер приходит герменефтике из феноменологии. Ну да. И в частности из феноменологии религиозного опыта. Важнейший элемент, ну то есть опять же религиозный опыт, кстати да, в его текстах есть некоторые отсылки на религии, особенно в конфликте интерпретации. Я когда читал, сразу же это тоже заметил. Важнейший элемент последнего – феномен греховности. Поскольку артикуляцией феномена греховности является признание, которое есть не что иное, как языковое событие, перед феноменологом встает задача интерпретации. Это, во-первых, интерпретация символов греха и вины, а во-вторых, мифов о грехопадении и избавлении. Герменефтический проект Рикера, так же как и Гадамеровский, опирается на бытие и время Хайдегера. Но если Хайдегер, ведя антологическое понятие понимания, проложил короткий путь к бытию, да, вот об этом он рассуждает, Рикер, то Герменефтика, разрабатываемая Рикером, идет к бытию, то есть к антологии длинным путем. Ну, Хайдегер, он такой, да, вот как бы, ну, все, все, я взял и пришел к бытию. Действительно, у него очень короткий путь в этом смысле, всегда во всей его философии, это прям вот видно, что Хайдегер очень часто минует многочисленные философские ответвления, философские вопросы, минует целые традиции в данном случае, и как бы заново начинает переосмысление, и вот сразу так, опа, пришел к бытию. Молодец. Поль, Рикер видит, что, ну, это было бы как бы очень поспешно, он, в принципе, согласен с выводами Хайдегера, что вот к этому мы должны прийти. Но чтобы убедительно прийти к этому, нужно пройти довольно-таки значительный путь. Хайдегер перепрыгнул, перепрыгнул через многих философов, перепрыгнул через традицию герменевтики в целом. Поль Рикер хочет действовать более последовательно, но прийти к тому же самому при этом, да. Так вот, задача герменевтики по Рикеру это раскрытие смысловых структур, обладающих избыточностью. Такими структурами являются символы. Выделяются три основных типа символа. Космические, символы сновидений, илионерические, и поэтические символы. Первые составляют предмет феноменологии религии, вторые психоанализа, третьи литературные критики. Герменевтическое истолкование нацелено на то измерение символа, которое, находя выражение в языке, не полностью совпадает со своим языковым выражением. Не тождественно ему. Несводимый к языку остаток, мощное и действенное в символе, требует установления обратной связи между языком и опытом. Связи между сферой языка и конституцией живого опыта. Установление такой связи – важнейший момент герменевтики. Таким образом, в отличие от Гадамера, в конечном итоге, сводящего герменевтический опыт к языковому, Рикер целенаправленно перенапцеливает герменевтику на интерпретацию внеязыковых феноменов. Философская герменевтика должна поэтому вступить в продуктивный диалог с теориями интерпретации, поставляемыми такими направлениями исследования, как психоанализ и структуализм. Ну, в общем, вот длинный путь начинается. Надо учесть психоанализ, надо учесть структурализм, надо учесть много всего еще. Общее между ними состоит в том, что конституирование смысла, они возводят к некой независимой от субъекта бессознательной инстанции. Ну, то есть, язык отходит на второй план, и мы апеллируем уже к другим каким-то вещам, к образам, сновидениям, грезам, ну, в общем-то, неважно. У нас есть огромное количество вещей, которые не сводятся к языку. И поэтому Рикер делает, конечно же, следующий шаг в обосновании герменевтического метода. Действительно, безусловно, с этим поспорить тоже довольно трудно. Но все же он работает в рамках уже сформированной традиции. А вот теперь вы не угадаете, кто этот человек с кисточкой под носом. Это Шадов. Да, новый герменевтический проект. Сейчас я вам расскажу о том, что, собственно, я сделал в этом направлении. Ну, я очень в данном случае... Мой метод был изначально похож на хайдеггерский, потому что я не просто как бы проигнорировал практически всю традицию герменевтики. Я вообще пошел в обратную сторону, в другом направлении. В сущности, я создаю герменевтику, которая принципиально не базируется на христианском подходе. То есть не верит в существование гениев, критически относится к герменевтическому кругу и бесконечности интерпретаций. Она исследует герменевтические проблемы с позицией вживания и абсолютного скептицизма. Понимание воспринимается как способность вжиться в другого человека, то есть перенять весь спектр его мнений. Мнение, напоминаю, включает в себя чувства, эмоции, воспоминания, концепции, образы и много всего еще. Мнение — это сложный комплекс, разъединить который не представляется возможным. Мнение невозможно отделить от человеческого бытия, от его внутреннего мира и даже от его восприятия. Мнение, в скобочках, догмы, убеждения, ну что, собственно, синонимы в рамках ортодоксологии, — основная проблема моего философского учения. В отличие от всей европейской культуры, которая неизменно тянулась к истине, моя культура — это культура признания мнений. Моя философия движется в противоположную сторону от западной, восточной и любой другой, но при этом пытается охватить их с помощью понятия мнений и создать метафилософию нового порядка, что и позволяет говорить о новой герминевтике, не христианской, не сконцентрированной на истине, на бытие и на текстах. Вживание — это копирование мнений, то есть способность воспроизводить внутри себя чужие сложные комплексы догм. Для этого необходимо развивать свой внутренний мир, то есть увеличивать диапазон эмоций, развивать интеллект, улучшать воображение, совершенствовать восприятие в разных его формах. То есть большую часть времени необходимо подготавливать свой внутренний мир к пониманию другого, и только тогда появится шанс. Шансы — не стопроцентная гарантия, но шанс на реализацию этого понимания. А зачем так много всего развивать? Ну, соответственно, вопрос появляется. Без этого у нас просто не будет достаточного количества средств для того, чтобы понимание могло состояться. Кстати, для развития всего этого я, в общем-то, использую определенные духовные, как это называется, духовные в скобочках, но в данном случае не духовные, психические практики. С одной стороны, они восходят к буддизму, к индуизму и так далее, но тоже идут в обратном направлении. Это как бы практики, направленные в другую сторону, не в мистическую, не в нирвану, не в мокшу, не к просветлению. Нет, это практики, направленные на понимание, на совершенно не мистическое понимание конкретных мнений. То есть этот аспект тоже в моем учении имеется, и он противоречит как восточной традиции, так и западной. И это все еще как бы совмещается в герменевтике, и совмещается со скептицизмом. Так вот, почему же нам надо все это так в большом количестве познавать? Зачем нам узнавать людей? Зачем нам развивать какие-то свои способности? Так вот, допустим, вы хотите понять эмоционального человека, но никогда не испытывали грусть. Если так, то у вас ничего не получится. Потому что в вашем внутреннем мире нет соответствующего элемента эмоционального. То есть вы даже в теории не сумеете претендовать на понимание. Чтобы развить себя, необходимо пройти многочисленные духовные практики, заключающиеся в чтении, самосовершенствовании, развитии способностей. Способности, ну, вроде воображения, памяти, мышления и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге обретение состояния абсолютного скептицизма. Именно абсолютный скептицизм должен быть основой всякого понимания, ибо он чист от убеждений и утверждений. Это делает его идеальной базой для германевтики. Любое другое учение, лежащее в основании, приведет к искажению понимания, к искривлению мнения другого человека. Лишь абсолютная чистота, абсолютного скептицизма является подходящим листом, в скобочках можно сказать, табула раса, для разделения множественных актов понимания. Ортодоксология, ну то есть мое учение, с осторожностью подходит к проблеме понимания. То есть никто не торопится сказать, что вот понимание было осуществлено, вот все, все мы вот это сделали, и все мы молодцы, все супер. Нет, даже наоборот, любое понимание подвергается сомнению. Но от этого вопрос интерпретации не становится бесконечным, ортодоксолог не попадает в капкан германевтического круга. В итоге получается, что ортодоксология и ее новая германевтика – это альтернативная попытка раскрытия германевтического вопроса в рамках философии, не базирующейся на опыте античности, средневековья и нового времени. Это совершенно иной проект, иначе определяющий понимание и предлагающий конкретные, в том числе практические, способы приближения к нему. Мы рассмотрели множество германевтических западных подходов, отметили их источник, а также обратили внимание на некоторые общие черты и различия. Полагаю, что этого достаточно. Ну, да. Восьмикратно прощаюсь с вами и желаю понимания. Восьмикратно прощаюсь с вами и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok